сейчас я с вашего позволения просто тогда сейчас давайте уточняйте это андрей кажется работа у тебя будет а черешня вообще у вас цветет потому что я у меня на где хутор вас там сажал 22 куста причем один куст получается у нас у меня даже олег добрый слушай напомни как у тебя имя у груши таври таврической таврическая так значит считаете что она есть у нее официальное название это после того когда крупнейший ученый дубы это есть в наличии до андрей память яковлева есть какой-то олег едет через 40 минут а у вас это что говорит олег это едет будет через 40 минут я не знаю договаривался андрея вы ждете гостей видимо договаривался да что сказать татане уедет от быта под это остаешься бы яблони вчера звонили так короче смотрите давайте чтобы эта запись пригодилась не только вам итак ближайшая черешня чувствует себя в сибири вот так смотрите страшнейшая морозобойна лечить нельзя самолечение стопроцентное выздоровление смотрите внимательно вы спросили цветет или нет видели это все цветы крупный план показываю видите это одна из десятка которым я культивирую вот вот крупный план еще смотрите убедились это настоящая черешня ну я могу только примерно сказать хотя сам садил да где-то лет восемь-десять вот и еще там у меня бронская розовая это черешня боднара это от боднара разновидности сергей железов сын мой разжился видите черенками смотрите первый год прививка и сразу цветы видите вы что-то тут а вот так надо покажет пойдемте еще одну покажу вы бы мне лучше сказали что у нас есть саженицы мы нет череши мы не культивируем дело в том что осень капризная вещь не хочется потом выслушивать для себя до прививка на сибирскую штамбу вишню морозостойкость до 40 но тогда пропускает 40 градусов пропускает урожай вот еще показываю вот когда минус 35 37 38 она нормально цветет вот еще одна дальше уже не пойдем остальные там брянские там смотрите внимательно опять же смотрите вот она вся в цвету видите покажу крупно вам всем смотрите 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 на прошлогоднюю прививку смотрите сюда мы будем копать на эту память яковлева я объясню почему она переименована память яковлева есть не выйдет пойдем вместе а вдруг он забракует ее все бывает нет делаем единственный питомник россии где можно выбрать саженец вы выберете как себе чтобы потом как говорится не было вам стыдно за это не у нас так принято и гордимся этим гордимся потому что обычно выбирают слепую привозят знаете как это московская крупнейшая неудобно назвать академия они меня уже ненавидят вот приехать купить нет нельзя мы сами привезем и привозят такое дерьмо а у нас такой принцип давай показывай ну такая невольная реклама я делаю опять же питомнику только черешню в итоге у вас можно скажем так на следующий год хотя бы нет я я это я сделал чего-то десяток приехал только себе ну не хватает ни рук не сил не времени так нашел вот ну-ка память я клево если ты вот правда саженец да ну конечно они поищи поищи получим ну это тоже вот нет не пойдет ну в каком смысле кривой если сына уйдет он выкопается вот тут об это отрежешь как положено третью часть посадит выпрямит колу прибьет и все а вот эти а это отрезать не но я выбираю я влезу с не все дела давай дальше выбирай нет это самое иногда говорят ладно согласен либо подешевле ты сцена скажи может всех сразу видишь да а цены то не устанавливает она выпуск вот так теперь я два слова скажу и так таврическое это прежнее название однажды вдруг я получаю письмо от самого романа исаева из династии академиков исаевых на тот момент был начальник отдела института и он меня сделал три поправки по грушам она из них это не таврическое а память якуля но она от этого менее сладкая не стала это один из лидеров моих высшая я называю это высшая лига ну да ровненько 1200 нарядная филом это мировой лидер это золотая медаль на парижу но память аквил вкусней так слушать давай еще проще а не так так память аквил на самую лучшую надо вот там две я просто ему щупа применять больше нет вот она в любом случае подвязывать после посадки кож и помогать еще так ну тогда вроде бы все я свою роль про это расскажешь про это пятнышко смотрит на юг закапывать нельзя его так кто там что там хрон кто-то похвалю стали таврическую но на будущее я ничего не выдумываю это истинное название потом проверял я по справочкам все-таки это память яковлево так ну все тогда я пошел по своим делам желаю удачи перероски представляете продать не можем красавцы во времени слушай а вот это что за красавец ты не смотрел андрей почему на нем нет это бирка ладно все и лезу все пока до свидания мы уезжаем так друзья побывали вы питомники которые зимуют на морозе побывали вы питомники который постоянно обновляется смотрите на эти прививки посмотрите плохо видно посмотрите на эти прививки вот сейчас этот товарищ взял и спросил меня нет ли вишни очень хочет вишни мне не так черешню привитую на вишню вот не хватило терпения вот эти подвойные вишни вот они корневой отводки этот порослее уже рука не поднимается срубить это крупная отборная вишня можно было бы привить на нее черешню но не судьба ладно значит еще заглянем соседям вот это вот работа по очистке территории этим занимается сосед все соседи вся улица вся страна весь абаканцы на гость все вычищают от листьев обрекая деревья на голод не удивляйтесь это мое мнение она всегда идет в разрез с официальным любое утверждение любой агроприем я опровергаю считаю что это все в свое время было выстрел из пальцев придумано вот видите остаются все листики до единого я сказал не трогать не сметь понятно да не трогать не сметь потому что это главная еда деревьев об этом не знает никто даже почему-то или знает на молчат преподаватели крупнейших высших учебных заведений или сами не знают для всех для всей страны вот это вот так называемые опавшие листва считается страшной вещью которую надо уничтожить тысячи пожаров по россии сейчас заволакивает дымом все ущелье а наш ущелье это 30 с лишним километров сейчас таки я заканчиваю 30 с лишним километров все затягивает дымом тысячи костров часть из них превращается в по россии пожары уничтоженные леса эти костры уничтоженные вот это вот уничтоженные дачные поселки уничтоженные сады и даже люди которые сгорели когда пожары возникают внезапно и быстро распространяются это страшная действительность это все должно оставаться под деревьями навсегда это еда ошибка страшно невероятно вот так вот много наговорил давай-ка я еще раз посмотрю на саженец который вы копали ну вот он красавец сейчас он будет упакован все как это а какой корень да корень осторожнее чтобы не сломать все друзья до свидания мы поехали об отворачиваться будешь опять скажете накрашена это ах это хозяйка питомника очаровательная таня для меня таде для вас татьяны санна серьезная такая что не приведи господь у нас